Мечты сбываются. Первая смена в загородных лагерях подходит к концу. Впереди еще три. Очень насыщенный день в лагере проходит. С утра в 8 подъем. Есть ли свободные места? Теплый дом. В Бабруйске реализуется проект помощи людям с ограниченными возможностями. Здесь они в своей среде. Здесь они отдыхают. Также мама может пойти заниматься своими делами. В чем его суть? Знойный июнь. Горожане спасаются от жары на пляже. Максимально стараться не использовать надувные приспособления, которые могут легко течением отнести на середину реки. Как еще сделать отдых безопасным? А также энергосистема страны, лесные запреты и минута молчания. Бабруйск присоединится к республиканской акции «Когда?». Разрисовать лицо, спрятать сладости в чемодан и посидеть у костра. Место, где росли поколения, до сих пор активно встречают школьников в летний период. Более 500 ребят за смену отдыхают в мечте. Карина Гуревич заглянула в детские воспоминания. Для школьников летние каникулы – радостное время. Никаких уроков, солнечные дни и целых три месяца приключений. Олеся Станкова с нетерпением ждала поездку в лагерь. Мечта – настоящая сказка, где можно завести друзей, научиться новым играм и отдохнуть на природе 18 дней. Девочка здесь уже в пятый раз, и он точно не последний. Я участвовала в конкурсе «Мисс Лето». Там было восемь девочек. Я танцевала в «Восточный танец». Я к нему готовилась два дня, наверное. Может, больше чуть. Спартакиады, концерты, конкурсы, ярмарки – тут все для того, чтобы школьники не сидели на месте. В корпусе дети только спят и принимают душ. Для всего остального – 24 гектара территорий под открытым небом. В программе смены даже патриотическая линейка. Очень насыщенный день в лагере проходит. С утра в 8 подъем, в 8.15 интересная, насыщенная зарядка с пробежкой. Потом быстро собираемся, в порядке навозим. В комнатах, в кроватях песок вытряхаем и бежим на завтрак. Каждая секунда расписано. После завтрака у нас спортивное мероприятие. Мне родители подарили блестки. И воспитатели, мы попросили, чтобы они нас накрасили. А воспитатели за вами всегда смотрят, всегда следят? Да. И чем воспитатели помогают? Ну, нам говорят, когда в столовую идти. Предупреждают, ну, когда пенербол, футбол. Самый интересный момент – это у нас, когда идет закрытие лагеря, то есть костер. Большой костер. Вот это за смену самое развлекательное такое. Вечером дискотека с конкурсами на свежем воздухе. Но у школьников есть и свои планы. Когда гаснет свет, а сон никак не идет, приходит время для разговоров, розыгрышей и, самое главное, гаданий большой лагерной традиции. Совсем недавно, вот буквально ночь назад, мы гадали на расческах. Там было такое гадание, что когда расчесываешь волосы, там заговор делаешь, и ложишься спать, типа, ночью тебе должен присниться твой суженный. И как, приснился? Ну, не кто-то, кто хочет. Об антиковидных мерах можно не переживать. Воспитателям ежедневно измеряют температуру, родительские дни не проводятся уже второй год подряд. Перед началом смены к заезду лагерь подготавливают тщательно. Накануне открытия детских оздоровительных лагерей было проведено энтомологическое обследование территории с последующей корицидной обработкой. Но отправляя детей в лагерь, позабочитесь, пожалуйста, чтобы у них были корицидные и репеллентные средства. Объясните, как ими пользоваться. Мечта – самый большой лагерь в Бобруйском районе. Здесь 22 отряда, в каждом по три воспитателя. Здравница может принять за раз почти 600 ребят в возрасте от 6 до 16. Увы, заявок всегда больше. На вторую смену, которая начнется 24 июня, их уже более 900. На третью – свыше 800. А вот на четвертую еще есть свободные места. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 873 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 408 621 человек. Начинаются испытания белорусской вакцины против COVID-19. Об этом сообщили в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Разработку первого опытного образца планируется завершить к осени. В 2022-м специалисты приступят к производству. И тогда в массовом порядке начнется иммунизация населения. Временное ограничение, общереспубликанская акция и местный сбор. В Рейской области пересечение границы станет платным. С какого числа? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную систему выработал почти 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это позволило сэкономить на замещении природного газа более 100 миллионов долларов. С вводом двух энергоблоков снижение валютной нагрузки составит около 550 миллионов в год. Минлесхоз ввел ограничения на посещение лесов Беларуси. Из-за повышенной пожароопасности и участившихся случаев возгорания от костров, Могилевской области запрет действует в Клическом, Горецком и Дрибинском районах. В Брестской области с 1 июля введен местный сбор за пересечение границы. Его ставка – 29 рублей за одно транспортное средство. Такое решение принято Советом депутатов региона и будет действовать до января 2023-го. Бавруйск присоединится к общереспубликанской акции и почтит память жертв Великой Отечественной войны. Минуты молчания. Движение пройдет 22 июня. В 12.00 в храмах прозвучит колокольный звон. Лейтмотив – остановиться, помолчать и вспомнить о великом подвиге. Только раз в году Бавруйск готовится с размахом отметить День города. В программе приезд делегаций в подписание протокола о намерениях по развитию дружеских отношений между Бавруйском и Израильским городом Новхальгалиль. Открытие социальных объектов, дороги по проспекту строителей на участке от Шины Доленина и нового физкультурно-оздоровительного комплекса в 7-м микрорайоне. Пройдет также благотворительная акция «Запрошаем смачно есть». Концерт со Стыной на площади Деленина будут звучать любимые хиты в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Песняры». Финальным аккордом станет праздничный салют. Подробную информацию можно найти на сайте «Боберлайф». Жаркая пора на городских пляжах стала многолюдно. Сегодня столбик термометра поднялся до 26 со знаком «плюс». Дальше, уверяйте, ноптики будут еще теплее. Ольга Васенда о безопасности на воде. Антициклон «Зои» принес в Беларусь жаркую погоду. За окном плюс 26. От зноя горожане спасаются на пляже. Тем временем специалисты напоминают обезвоживание организма, солнечные удары и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Случается у тех, кто пренебрегает элементарными правилами. Вода и головной убор – обязательные атрибуты летнего образа. Не стоит также забывать – река – это всегда риск и опасность. Погулял немножко, раздетый. Теперь одели, чтобы не сгорел. Маслом намазали от загара. Ну, водичку даем пить. Без присмотра не оставляю. И у меня самостоятельный старший сын. Давно уже было сказано, инструктаж проведен не раз, что не оставлять младшую сестру, всегда за руку держать. Ну и я, естественно, смотрю. Тоже параллельно за обоями. В Бобруйске с начала года зарегистрировано четыре происшествия на воде. Два обернулись трагедией. Последний случай зафиксирован 12 июня. В Березине утонул 58-летний рыбак. Тело мужчины-спасатели обнаружили спустя трое суток. Что стало причиной гибели, предстоит выяснить специалистам. Для того, чтобы не произошло беды, важно помнить достаточно о простых правилах. Для взрослых это никакого алкоголя и всегда быть примером для ребенка. Примером поведения на воде. Для ребенка важно никогда не находиться без присмотра у водоема. То есть всегда быть со взрослым. Всегда купаться в установленных местах, в разрешенных местах. Максимально стараться не использовать надувные приспособления, которые могут легко течением отнести на середину реки, что тоже крайне опасно. Во время каникул особое внимание сотрудники МЧС и СВОД уделяют детям. О безопасности говорят около реки. Здесь же рассказывают о ценении обдуманных поступков. В тонкостях своей работы и презентуют водолазные костюмы. В планах осведомить детишек из 15 школьных лагерей. Довести для детей безопасность на воде. Это основной сюжет. Также мы рассказываем о водолазном снаряжении, как работали водолазы раньше, как работают сейчас, чтобы заинтересовать детей. До конца недели влияние антициклона в стране не только сохранится, но и увеличится. Температура воздуха в пятницу и субботу прогреется аж до 32 градусов. Во вторник синоптики прогнозируют 33. Помните, необходимо избегать пребывания на солнце днем, употреблять больше воды, избегать физических нагрузок и стрессов. Ольга Васенда, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов, Бобруськ-360. Их второй «Теплый дом». В Бобруськ реализуется проект помощи инвалидам старше 18. Здесь людей с ограниченными возможностями учат приспосабливаться к жизни. От пользования бытовой техникой до развития творческого потенциала. В день сюда привозят около 10 человек. С ними занимаются 4 квалифицированных сотрудника. Особенность – каждый специалист, сам родитель ребенка-инвалида. ДЦП, микроцефалия, гидроцефалия, с нарушением слуха, дауны. У нас много кто ходит. Нужно отдыхать маме. И также нужно отдыхать ребенку от мамы. Здесь они в своей среде. Здесь они отдыхают. Также мама может пойти заниматься своими делами. В магазин отдохнуть, в поликлинику, куда угодно. «Теплый дом» появился в июне 2019 при поддержке Ассоциации помощи молодым инвалидам. Центр создан буквально руками родителей, которые на средства швейцарского спонсора сделали ремонт и навели порядок. Главная задача проекта – улучшить качество жизни особенных молодых людей. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok